Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт женщине на юбилей. Сам торт белый бисквитный, прослойки крем заварной масляный, чернослив и курага. Диаметр его 24 сантиметра. Торт нужно отправить в холодильник минимум часа на 4, лучше на ночь. Подрезаем низ торта, делаем форму пложки. Друзья, хотела бы порекомендовать вам кулинарный канал Асмира готовит. Первые, вторые блюда, выпечка, быстрые рецепты без заморочек. Все это вы найдете на канале у Асмиры. Заходите и подписывайтесь. Ссылку оставлю в описании под роликом. Сглаживаем неровности, накрываем пакетом и отправляем торт в холодильник. Тем временем сделаем основу для сирени. Обрезки мелко нарежем ножом. Добавим немного крема. Смешаем. Это тот же самый крем, который в прослойке торта. Поделим бисквитную массу на 6 частей. Сформируем каждую часть, как показано. Это будут веточки сирени. Отправляем в морозильную камеру. Пока торт и пирожные охлаждаются, сделаем крем для украшения. У меня белково-заварной. В часть крема добавим коричневый краситель. Мне не очень нравится коричневый цвет фирмы Топ Декор. Он получается ненасыщенный. Поэтому дополнительно я добавила черный и красный красители. Покрываем и выравниваем торт. Продолжение следует... Продолжение следует... По боку торта сделаем рифление с помощью силиконовой кисточки. Пирожные хорошо охладились. Достаем их из холодильника и выкладываем на торт. Сверху торта я сделала разметки, где будет находиться сирень. Отсаживать цветочки сирени будем с помощью насадки средняя закрытая звезда. Первые веточки сирени сделаем белые. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху двух веточек наносим немного крема в форме сирени. И отсаживаем цветочки. В часть крема добавляем сиреневый краситель топ декор. Также отсаживаем третью веточки сирени из крема. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Другую часть крема окрасим фиолетовым красителем фирма Карамелла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На торте сделаем небольшую возвышенность из крема. Продолжение следует... 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 тонким слоем зеленый крем. Слегка смешиваем сиреневый с фиолетовым кремом и выкладываем в центр зеленого крема. Сворачиваем колбаской и отправляем в мешок с насадкой тюльпан. Отсаживаем тюльпаны. Тюльпаны ближе к центру должны смотреть вверх. Чем ближе к краю, тем больше они должны быть наклонены. В оставшийся коричневый крем добавляем зеленый краситель. Насадкой лист тюльпана и насадкой обычный листик отсадим листья. Тюльпан Продолжение следует... Насадкой трубочка отсадим бусинки. Торт получился 3 килограмма 200 грамм. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. Осталось примерно 3 столовые ложки. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!